Значит, начинаем проверку пациента. Пациент у нас находится сейчас в вертикальном положении. То есть, я буду начинать сверху, можно начать снизу, можно сверху, я начну сверху. То есть, действительно, мы видим, что левое ухо находится выше, чем правое. Вот. И если мы посмотрим на шею, вот, можно пациента повернуть вот так вот спиной, еще развернись, вот так. Если мы посмотрим на шею, то есть, мы видим, что голова наклонена таким образом, окей. Я сейчас немного преувеличиваю. То есть, получается так, что здесь у нас идет сокращение, здесь идет удлинение, окей. То есть, мы можем предположить, что кость, которая называется атлант, на которой находится череп, он тоже будет смещен, скажем так, пропорционально положению головы. Окей, поскольку вот эта часть головы находится именно на атланте, он держит. То есть, это первая вещь, которую мы видим, которую нам нужно будет исправлять. Вторая вещь, мы видим, что пациент держит голову немного повернутую вправо, окей. То есть, что мы можем предположить, что атлант повернут в этом положении и с разворотом, окей. То есть, для корректировки нам понадобится делать абсолютно противоположное. То есть, корректировка будет идти отсюда. Это то, что мы говорим, связано с атлантом. Дальше смотрим. Значит, у пациента правое плечо выше, чем левое. Окей. С чем это связано? Если мы посмотрим на эту зону, мы увидим, что позвоночник немного смещается вправо. И, кроме этого, у него еще голова идет как бы вперед. То есть, что происходит? Идет нагрузка вот на эту зону. Если мы здесь начнем проверять, то мы видим, остаются следы. После того, как я нажимаю, то здесь есть легкая отечность. Окей. В этой зоне есть легкая отечность. Теперь мы идем дальше. Мы видим, что позвоночник здесь уходит вправо. Вот. В результате мы видим, что здесь расстояние от позвоночника до вот этой мышцы, латиссимус дорси, называется, будет короче. Здесь оно будет шире. Окей. То есть, это еще одна зона, которую нам нужно будет исправлять. Эта зона называется средняя зона, тарасик. Вот. И когда мы смотрим на поясницу, когда мы смотрим на поясницу, мы видим здесь следующее, что это бедро, то есть, позвоночник, он сначала шел вправо, потом он уходит влево. То есть, это классический сколиоз, то, что мы называем. И по бедрам мы видим, что это бедро сидит выше, чем это. Окей. Оно сидит выше. То есть, мы можем предположить, что когда пациент ляжет на стол, у него эта нога будет короче. Окей. И, кстати говоря, немного напряжение здесь тоже чувствуется. То есть, это, скажем так, такое общее сканирование позвоночника на данный момент. И мы уже представляем, что, как нам нужно будет это все исправлять. Теперь ложитесь на живот. Значит, продолжаем нашу проверку. Продолжаем нашу проверку. То, что я сказал, что мы предполагали, что правая нога будет короче. То есть, оно действительно так, на самом деле. Следующая вещь, которую я проверяю. Кстати говоря, мы можем увидеть здесь, что если мы посмотрим... Я люблю ориентироваться обычно на одежду человека. Мы видим, что кроме того, что это бедро смещено таким образом, укорачивает ногу. Оно еще смещено немного в эту сторону. Вправо. Окей. Значит, следующий элемент проверки. Вот. Поднимаем ногу. Это то, что в коррапрактике называется Deerfield. Был такой врач Deerfield. Он таким образом определял, если смещение в бедре связано с крестцом или с бедром. Окей. Мы видим, что это связано с бедром, поскольку нога, она стала длиннее. Вот. Теперь я делаю еще одну проверку. То, что мы называем по-английски Muscle Challenge. Окей. Я... Это такое общение с телом. То есть, я делаю такое движение и смотрю, что происходит с ногами. Ноги у нас являются, как показатель того, в какую сторону мы хотим корректировать тело. Мы видим, что ноги, если посмотреть ближе, мы видим, что ноги стали одной длины. Окей. Видно, да? Вот. Это будет продолжаться недолго. Это после теста, это будет продолжаться, одно-две минуты, потом это все вернется обратно. До того, как мы сделаем корректировку. Окей. Допустим, я ошибся и решил, что мне нужно корректировать человека в другую сторону. хочу обратить внимание, что происходит с ногами в этот момент. То есть, нога становится короче. Окей. Вот. Кроме этого, что мы видим? Что, когда лежит пациент, у него, как бы, правая часть поясницы, она, как бы, сжата. Видите? Из-за того, что бедро повернуто. А это растянуто. Окей. Здесь, опять-таки, что мы видим? Здесь вообще один позвонок сильно сдвинулся в сторону. Вот. Тут просто, как говорится, невооруженным глазом это можно видеть. Вот. Но кроме этого, мы еще наблюдали, перевернитесь, пожалуйста, на спину. Одну интересную аномалию, вот, которая довольно редкая аномалия, это увеличение зайфоида. Вот. Вот в этой зоне увеличение зайфоида. Почему для нас это важно? Потому что это влияет на форму грудной клетки и это может влиять на вот эти позвонки. Здесь болезненно? Нет. Нет? Очень хорошо. Но в целом у нас если посмотреть анатомически это у нас идет стернум, вот, а нижняя часть это зайфоид. И он обычно должен быть идти ровно, а здесь он немного даже смещен влево. И поворачиваемся обратно на живот. Значит, смотрим, что мы определили. Что пациенту нужно корректировать правое бедро. Раз. Что пациенту нужно корректировать среднюю зону поясницы. Два. Вот. Что пациенту нужно корректировать вот этот позвонок. Это у нас шесть, пять, четыре. Видите? Вот это называется спинной процесс. Окей? Спинной процесс сдвинут влево. Вот. Причем довольно сильно. Когда нажимай, не больно? Нет? Очень хорошо. Но его нужно будет корректировать. Теперь у нас идет вот эта зона, которую нам нужно будет корректировать и атлант. Вот. Значит, мы определили один, два, три, четыре, в пяти местах мы будем делать корректировки. Но на данный момент, что хорошо, пациент как бы не жалуется особо на проблемы с позвоночником, но мы можем предположить, что если такое будет продолжаться, то симптомы могут появиться. Поворачиваю вас на бок. Сейчас мы делаем корректировку. Подождите, я остановлю запись и сделаем корректировку отдельную. Окей. Спасибо.